Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. В этом году я хочу еще раз снять видеоролик о стеллажах. В прошлом году и в позапрошлом году я показывала вам свои деревянные стеллажи, сделанные из брусков и из плашечек. Это самый такой бюджетный вариант, но я понимаю, что не все могут построить такой стеллаж. Возможно, нет мужчины в доме, а может быть, просто нет времени. И, конечно, он смотрится такой стеллаж в интерьере городских квартир не очень красиво. Поэтому сейчас я хочу вам показать вариант стеллажа более современный. У меня в этом году они сами появились впервые. Просто вот у нас, у меня же много их стеллажей, и когда в спальне стоит вот это вот такое чудо расчудесное, из деревянных брусков и из плашек, это, конечно, эстетически не очень красиво. И я решила хотя бы в спальне, чтобы стеллаж был немножко как покультурнее, и решила выписать стеллаж фабричного производства. Долго я искала, потому что не каждый стеллаж нам подходит, вот нам огородникам. Наконец-то нашла, я хочу сейчас с вами поделиться, какой стеллаж вы можете купить. Особенно тем, вот я выписала из Москвы, он у меня шел зимой полмесяца, потому что мы живем далеко, в глубинке. Но тот, кто живет в крупных городах, возможно, они даже есть на складах, в магазинах. Главное знать, какой выбирать и по каким критериям. Особенно вот москвичам, если вы работающий человек, для вас эта стоимость невелика. Вот для нас в сибирском регионе, конечно, это дороговато, и не всякая бабушка. А, скажу, что стоит 3-3,5 тысячи примерно так. Это в зависимости от полок, от стеллажей, от ширины. Но вот жителей крупных регионов эти 3 тысячи, конечно, не деньги. Если вы работающий человек, и у вас мало времени на строительство этого стеллажа, а стеллаж для своих растишек хочется заиметь, пожалуйста, есть вот варианты фабричные. Вот смотрите, этот стеллаж металлический. И когда я выбирала, я посмотрела много вариантов. Он, во-первых, выдерживает каждая полка 100 килограммов. Это очень хороший такой вес. Он усилен. Сейчас залезем сюда. Видите, вот здесь ребро еще такое стоит. Он усилен, эта полка. И эти стеллажи архивные. Вот именно архивные стеллажи. Они самые-самые такие стойкие. Тут что еще удобно? Сейчас вот подальше отойду. Видите, у меня несколько полочек. И эти полки можно регулировать вот по этим подырочкам. И даже в течение сезона, если сначала вы сделаете, например, на маленькую рассаду полочки почаще, то потом, когда рассада разрастается, можно запросто убрать этот ящик, захотели, и поднять, и вот эту вот высоту полки сделать другую. Вариантов там очень много. Можно заказать с четырьмя полками, с пятью полками, с шестью полками. Это вы выбираете сами. Я вот первый покупала стеллаж верстаков, называется. Второй, не помню, как название, но все они сделаны по одному принципу. Только вы должны посмотреть, сколько полок вам нужно. Там есть с тремя полками, то есть пролет вот этот будет большой между полками. Это неудобно. Нужно брать, конечно, побольше, четыре или пять полок. Но стоимость, она у всех варьируется примерно так. Три-четыре тысячи. Есть варианты по длине. Есть длина метровая, есть длина метр двадцать. Если выбирать по длине светильника, то лучше всего метр двадцать. У меня вот этот вот метровый стеллаж, видите, выходит светильник за границу туда. Но это просто по габаритам нашей комнаты. Метр двадцать здесь не влез бы. Метр двадцать стоит у меня в другом углу. Там еще пока что на нем вещи лежат. И что еще хотела я сказать, что они очень удобные, как универсальные. У меня вот я зимой их выписала, и один стеллаж мы разобрали сразу, ой, собрали и поставили. Пока не было вот этих вот растишек, у меня там стояли детские вещи, коробка с летними вещами. Вы вполне можете потом его занести куда-то, в кладовку или в какую-нибудь нежилую комнату, использовать его в качестве гардероба. Очень удобный, потому что деревянный стеллаж вы использовать не будете. А этот стеллаж очень хороший. Он, во-первых, будет долговечный, он не ржавеет. Здесь покрыт вот этими, ну, лакокрасочными изделиями. Короче, здесь нет голого железа. Он весь эмалированный, лакированный, ну, покрашенный, короче. Очень красиво смотрится. Все, я поделилась вот с вами новостью, что я приобрела в этом году первый раз такой культурный, красивый стеллаж, долговечный, и я надеюсь, что его хватит мне надолго. И что самое главное, его очень легко собирать. Кончился сезон, вот эту вот открутил штучку, они друг на друга укладываются, все в коробочку, в компактную складывается, как конструктор лего. И можно положить куда-то на антресоли, или увезти там в гараж, или вынести в сарай. Все, до свидания. В этом году у меня томаты стоят на новом, красивом стеллаже. Я их люблю, и всегда постараюсь им делать такие условия, чтобы им было хорошо. Вот лампочки висят сейчас. Я как раз начала снимать, потому что начала поднимать лампочки, они уже доросли до светильника. нужно, чтобы расстояние хотя бы 10 сантиметров было. Все.